Привет всем! В этом видео я вам покажу, как я пишу портреты масла в черно-белом стиле. Писать я в этом видео буду портрет Владислава Дероги и его девушки Евгении. Вот такое фото он мне выслал. Я распечатала, чтобы мне было удобнее работать. Замечательная фотография, красивая молодая пара. Для тех, кто не знает, кто это, это блогер, довольно-таки успешный, развивающийся. И желаю ему удачи и процветания, его каналу. Писать я буду на холсте. Вот такой вот большой, довольно-таки холст. Размер 40 на 50. Чем я буду пользоваться? Так, рощинник без запаху. Это разбавитель, да? Там что-то такое вот. Чтоб удобнее было наносить краску, и краска при этом быстрее сохнет. Эскиз я буду наносить карандашом сначала по белому холсту. Потом я буду использовать только черную краску масляную. Вот у меня такие вот небольшие кисточки, довольно-таки тоненькие. Вот, чтобы легче было наносить эскиз. То есть беру я только черную краску. И по карандашу буду наносить это все. Затем я буду добавлять белую уже после нанесения черной краски. Нанесение эскиза, да? Заполним все черным цветом, где это необходимо. Ну, например, черная футболочка, да, у Евгении и у Владислава. Ну, и, естественно, такие самые темные места, эти же точки, тоже я нанесу все черным цветом. А после уже буду добавлять белую краску масляную. И где более светлые места, я буду разбавлять черную и белую. И доводить до нужного нам серого цвета, либо серо-светлого, либо серо-темного. Вмешивать я буду краску на такой вот палитре. Она мне уже такая вот, почистить надо. Но, тем не менее, можно работать. Сюда я добавляю этот ручинник, чтобы легче было работать. И чтобы, скажем так, краска сильно не размазывалась, а быстрее она сохнет с этим разбавителем. Ну, и, в принципе, так как-то легче работать, и она хорошо чистит кисточки. Мне, по крайней мере, так удобнее работать. Итак, приступим. Сейчас поэтапно буду вам показывать, что из этого будет получаться. Вот я нанесла черной краской эскиз, заполнила все черной краской, темные самые места, тени, вот эти кружлечки. И вот такая вот у нас уже получилась почти полноценная картина. Она еще не готова, тут только черная масляная краска нанесена. И мы сейчас уже будем добавлять белую масляную краску. И вы увидите, как этот цвет, да, вот это все будет меняться, преобразовываться. То есть совсем будет все по-другому выглядеть и будет больше похоже на картину-фотографию. Сейчас это, можно сказать, эскиз нанесен черной краской. Я буду добавлять белую краску. И картина будет вообще становиться другой, другие оттенки серых цветов. Совсем намного все будет лучше выглядеть и преобразовываться. С каждым этапом все красивее и красивее становиться. Надеюсь, всем очень понравится. Итак, продолжим работать над портретом. Забыла сказать. Вначале я показывала вот этот холст 40х50 размером. Да, он такой холст на картоне. Сюда бы понадобилась рамка обязательно, чтобы повесить данный портрет. Но я нашла у себя вообще замечательный холст. Я считаю, на подрамнике. На нем очень красиво и эффектно смотрятся картины, портреты, пейзажи, надюрмоты. Вот с этой стороны, да, можно повесить тут, сделать крепеж и сразу вешать картину на стены. Или же закрепить специальный шнурок, да, веревочку. И также можно вешать на картину, не добавляя никакой рамки сюда. То есть на подрамнике, без рамки этот портрет будет смотреться на стенки так очень замечательно, привлекательно. Итак, поехали дальше. Итак, портрет готов. Я нанесла все тени, прорисовала детали, после высыхания покрыла все лаком. И теперь этот портрет на долгие годы. И очень надеюсь, что он понравится Владиславу и Евгению, как и мне. И очень уже хочется посмотреть на их реакцию. Сегодня портрет отправляется Владиславу. Итак, дорогие мои, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым подписчикам. Обращайтесь, если кто хочет от моего имени получить какую-то картину, шедевр или портрет. Владислав, тебе я желаю много подписчиков, хороших комментариев. Меньше негатива, больше позитива. Сам понимаешь, что мир так сложен, что мир, как говорится, не без уродов. И многие люди, которые не достигли в этой жизни ничего, и в силу своего воспитания, своей ущербности какой-то, им хочется кому-то напакостить, написать что-то плохое. Так что поменьше тебе таких подписчиков, побольше тебе хороших подписчиков. И процветание твоему каналу, тебе, Женечке. Да, пусть удача вам сопутствует во всем. Также привет твоим родителям. Они у тебя очень хорошие, замечательные и растили замечательного сына. Так что, надеюсь, вам портрет понравится. Напиши мне обязательно об этом, очень хочется знать свою реакцию. Все, дорогие мои, на этом все. Желаю всем удачи. С вами была Оксана Кученева. До новых встреч. Пока-пока.